здравствуйте добро пожаловать в нашу кухню сегодня мы покажем рецепт как приготовить хлеб который не нужно печь в духовке итак мы покажем что мы используем итак мы используем цельнозерновой муку который несколько сортов полба жаная мука ячменная мука и будет мы помололи гречку okay so whole wheat spelled rye barley buckwheat whole wheat is the dominant one so i made this mixture just to have a nice heavy healthy flour and this is white flour so i will take three cups of this whole wheat flour берем 3 кружки муки 1 1 2 2 and dry 3 3 кружки муки okay and then one cup of white flour just so it's not too heavy и одну крошку чистой белой муки всего у нас 4 кружки получается now you make a little мешаем in the middle это карбонат пол чайной ложки карбонат или соды и пол чайной или одну чайную ложку соли мы используем гималайскую соль можно использовать любую миша и немножко and then you make a little hole in the middle and then we start off with one cup of water берем стакан воды so it's one to four basically одну или две you might need a bit more so just once you're needing it you feel it if it's right or not да вы будете видеть много или мало ну среднем 1 2 потом мы будете добавлять воду вначале начните с одной кружки и месите вот так stay with us we'll be back stay оставайтесь с нами подписывайтесь ставьте лайк и мы вернемся ok welcome back after 10 minutes of vigorous meeting добро пожаловать и вот мы увиделись через 10 минут да это хорошая физкультура для мышц неси тесто она добавила еще полстакана воды в начале мы показали что один стакан потом они немножко добавляют в итоге около 2 стакана воды у нас ушло на этот кусок тесто возьмем немножко кусочек сделаем маленький шарик и это специально ну вы знаете чтоб не прилипало тесто и начнем раскапливать и начнем раскапливать другой раз мы покажем как делать хлеб чапаки и там он нужен тоненький как блин тоненький здесь не надо такой среднего размера этот как раз рецепт для того как делать как жарить не в духовке это для тех хорошо у кого нет духовки немножко у нас нет крышки мы используем такой если есть крышка немножко накрываем и оставляем такую щелочь ждем 3-4 минуты и потом переворачиваю оставайтесь с нами и используем небольшой огонь и мидом огонь файл 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 окей ну мы вернемся через несколько минут давайте посмотрим видите там на такой пузырик воздушный на крышке let's check out the other side ok yep that looks good and now we leave it on this side выглядит хорошо немножко вот края подрумянились and cover again so first i cover it fully maybe for one or two minutes and then i leave it open just a little bit so the water can evaporate то есть вначале можно полностью закрыть на одну-две минуты крышкой а потом когда переворачиваем приоткрыть чтобы излишки воды испарялись так давайте посмотрим что получилось let's turn it over again that looks nice so we want the other side a little bit brown as well don't keep it too long и так видите немножко подрумянилось не нужно долго вот как раз этого достаточно такой это принцип как пита хлеб не надо долго тогда он будет вообще сухой это будет не очень вкусно и так что у нас то не получается не надо добавлять постоянно масло добавили один раз немножко доставить и так далее я хочу показать что у нас получается ok oh hot yeah so it looks nice on the inside it is cooked but it's not crunchy it's a nice texture yeah really it looks like pita bread let's try operator do you want to try yes итак через три минуты посмотрите что мы закинули одну лепешку вот такая красиво ровненько румяненькая посмотрите вот вторая лепешка да это очень хорошо получилось и оно мягкое не должно быть сухое а мягкий этот мягкий хлеб так накрыли что случилось где у нас первый кусок хлеба карлосон у нас карлосон посмотрите у нас карлосон живет на крыше вот наше инжировое дерево вот лестница которая ведет на крыше где живет карлоса а вот у нас подарки из грузии когда мы поженились нам подарили вот этих милых статуеточек гамар джоба биджо вот эти маленькие фигуринки из нашей беды в Георгии окей обратно к беду это прекрасно это прекрасно это прекрасно это это бон аппетит бон аппетит итак у нас всего где-то получилось муки может быть все полкило и вот этого куска смесь вот этой муки тесто у нас получается около 10 в 9 там 11 вот таких крепежок даня пришел бред давайте еще раз посмотрим как что получается смотрите так и так видите он какой примерно пол сантиметра в толщину он не должен быть совсем сухой наша задача чтобы он был вот такой воздушники немножко и тогда это реально вкусно реально если вы используете разные смеси муки это реально вкусно и полезно и очень быстро реально не нужна никакая духовка да ничего никаких добавок это чисто натуральный хлеб и очень вкусно вот таким кофе который у нас есть и в такой турочке у нас вот итальянской итак дорогие друзья подписывайтесь и у нас еще много есть разных рецептов как чапати индийская кухня и также есть уроки рисовать но оставайтесь с нами до новых встреч и было приятно с вами поделиться этим рецептом от тани да да а а а а а а а а